Сбалансировать продибы в позвоночнике в передне-заднем направлении. Питает хрящевые поверхности и обеспечивает нормальное функционирование сустава. В какой-то момент вы можете пойти в продиб в поясничном отделе. Для огромного количества людей это будет прямо очень любопытный опыт. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня я покажу вам лучшую практику для улучшения состояния позвоночника и против боли в спине. Дело в том, что человек как биологическое существо кардинально отличается от всех других биологических существ тем, что мы стоим на двух ногах и положение нашего тела вертикально. Нагрузка, соответственно, приходится на позвоночник. И в тот момент, когда мы ходим, бегаем, прыгаем, у нас происходит соударение позвонков друг от друга. И для того, чтобы амортизировать эту нагрузку, наш позвоночник имеет S-образную форму. Соответственно, огромное количество нарушений по позвоночнику связано с нарушением продиба в передне-заднем направлении. Каждый раз, когда какой-то сегмент позвоночника блокируется, у нас возникают проблемы с межпозвоночным диском, возникают проблемы с выходом нервов из пространства между двумя позвонками, возникают межпозвоночные грыжи, возникают блоки, отёти и постоянная боль в этих местах, где продибы неправильные. И то упражнение, которое я сегодня вам покажу, направлено на то, чтобы сбалансировать продибы в позвоночнике в передне-заднем направлении. И здесь очень важно заметить, что суставы между позвонками, которые являются основой и базисом здоровья вашего позвоночника, не имеют внутри себя кровообращения. То есть единственный способ, посредством которого сустав питается, восстанавливается, дышит, это всё питание через движение. Условно говоря, в тот момент, когда сустав начинает двигаться, он вырабатывает синвяльную жидкость, которая и питает хрящевые поверхности, и обеспечивает нормальное функционирование сустава. И то упражнение, которое я вам покажу, великолепно питает суставы вашего позвоночника, как суставы непосредственно между телами позвонков, так и суставы между верхними и нижними отростками ваших позвонков. Делая одно это упражнение, вы сможете абсолютно забыть про боль в спине и про скованность движений. Она просто уйдёт, и вам станет гораздо легче жить. Ну что ж, давайте перейдём непосредственно к упражнению. Я рекомендую вам начинать с этим упражнением с большой аккуратности, потому что позвоночник у всех в разном состоянии, и вы для начала делаете с минимальной амплитудой, потом наблюдаете за тем, как ваш организм отреагировал на практику завтра-послезавтра. Если всё нормально, то вы увеличиваете степень продиба и степень нагрузки. Дорогие друзья и коллеги, каждую среду в 18.00 по Москве я провожу прямые эфиры, где я разбираю ваши конкретные проблемы и отвечаю на ваши запросы. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить эти эфиры и прийти на них в среду. Начнём мы с вами с шейного отдела позвоночника. Наша задача подвернуть голову, начиная с самого верхнего шейного позвонка, прижимая подбородок к шее и медленно наклоняясь вперёд, как если бы вы скручивались в трубочку. Делаем на вдохе раскрытие, распрямление, вытягивая себя за макушку, и на выдохе делаем медленное сгибание вперёд. Для многих этого будет уже более чем достаточно для того, чтобы улучшить своё состояние. Если с этой фазой всё нормально, то можно идти дальше и согнуться в грудном отделе, и опять же разогнуться в грудном отделе. Делайте это медленно, плавно, наблюдая за тем, как сгибается позвоночник за позвоночком, и в какой-то момент вы можете пойти в поясничном отделе, в нижнегрудном отделе, и просто вывешиваем руки вниз, а потом разгибаемся, и в конце концов разгибаемся верхними отделами шейного отдела. В какой-то момент можно позволить себе наклониться вниз, и для огромного количества людей это будет прямо очень любопытный опыт. Можно прямо упереться локтями в колени, и немножко повисеть в таком положении. У некоторых прямо раздастся хруст шеи, это позвонки встанут на место. И на вдохе распрямляемся. Если у вас есть трудности с артериальным давлением, если у вас кружится голова, просто не идите так глубоко. Позвольте себе двигаться маленькими шажками, тише едешь, дальше будешь. В какой-то момент можно согнуть колени и повисеть в таком положении, выставить руки вниз и раздебаться. Существует крайняя форма, когда вы делаете движение вплоть до опускания на колени и касаетесь лбом поверхности пола, эта практика чрезвычайно распространена во многих религиозных традициях. Она, помимо того, что позволяет человеку умерить свою гордыню, она вдобавок к этому еще и чрезвычайно полезна для всех ваших внутренних органов, позвоночника и прочее, потому что сдебание вперед позволит вам выдавить лимфу из внутренних органов, а в тот момент, когда вы разогнетесь, новая кровь, свежая, зайдет во ваши внутренние органы, и вы станете себя чувствовать лучше по вашему пищеварительному тракту и по лёгке. Итак, давайте посмотрим полную версию, еще раз крайне осторожно, без резких движений. Делаем наклон головой, делаем наклон в грудном отделе, продибаемся в пояснице, они в тазобедренных суставах, сгибаем колени, можно выставить руки вниз, опереться на колени и согнуться некоторое время в таком положении. Потом поднимаемся, поднимаемся, как будто пузырь воздуха поднимается у нас, и вытягиваемся теменем в потолок. Для начала будет более чем достаточно 5-10 повторений. Очень важно, чтобы вы в процессе каждого движения получали максимум удовольствия от того, что вы делаете. Если ваше тело возражает, если вам где-то больно, неприятно, не нравится, просто делайте с меньшей амплитудой, и, возможно, стоит вернуться к практике завтра. Когда мы делаем эту практику на регулярной основе, она гарантированно даст вам результат. Однако в огромном количестве случаев стандартный средний человек имеет огромное количество проблем внутри своего организма. И в этом смысле проработка каждой проблемы занимает определенное время, и вам потребуется упорство для того, чтобы привести себя в хорошее состояние только посредством этой практики. Очень большое подспорье в самоздоровлении будет массаж. Очень важно, чтобы вы прорабатывали со структурами, которые нам спину раздебают, и очень важно, чтобы вы работали с передней поверхности, со структурами, которые нам спину сдебают. Если мы выполняем одновременно и массаж, и упражнения в рамках практики простирания, эффект будет воистину феерическим. Я искренне желаю всем, кто желал бы помочь себе посредством массажа, кто желал бы помочь своим близким, и кто желал бы помогать людям вообще вокруг, и зарабатывать на этом хорошие деньги, переходите по ссылочке в описании, где вы сможете попасть на наш бесплатный семинар по дорогостоящему массажу. Он дорогостоящий, потому что люди реально чувствуют ценность этого продукта, потому что их жизнь улучшается, и они становятся более счастливыми и здоровыми. Обязательно переходите, регистрируйтесь, и вам на почту сразу же придет маленький подарок от нашей школы. Ну и в завершении немножечко теории. Здесь мы с вами работали про сгибание-разгибание. Есть еще одно базовое движение внутри нашего организма – это спиральные вращения. И, наконец, есть движение, когда мы балансируем наш позвоночник в вертикальном направлении. По всем этим трем направлениям у нас на канале есть отдельные видео. Даже два видео по спиральному скручиванию. Это практика суфийское вращение и жгонка. Я вам настоятельно рекомендую взять все эти упражнения в свою копилку и делать их по возможности часто. Я прошу вас написать в комментариях, желали бы вы делать эти упражнения вместе с нами, с нашей школой, вместе с инструктором. Если для вас это заманчивая и интересная перспектива, то непременно напишите об этом в комментариях, скажите «Зарядка» вместе со Станиславом. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. До свидания.